Я уже несколько раз говорил об этом, и это было в прошлом нашем Бесогоне. Говорил о том, что нам надо бежать, сломя голову, от зависти и от страха, говорить правду и слушать правду. И в связи с этим я хочу сказать несколько слов о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана», который подвергся огромной страшной критике, разборам, воплям, что это развращает молодежь, это убивает все святое и чистое в детях и так далее, и так далее. Ложь – это неправда. Это вот то самое, о чем я говорил, это честная картина, которую нужно уметь слушать и смотреть как правду, потому что Жора говорит правду про то самое время. И это не романтизация того времени и желание вновь разбивать улицы на секторы и сталкиваться лбами новоиспеченным бандам – неправда. Это рассказ о том времени, когда это было, и это должно быть поводом, чтобы этого не было, а не страх, что это будет. Если родители боятся эту картину показывать и боятся, что их дети станут такими, то это родители – говно. Это они не умеют воспитывать своих детей. Это они не уверены в том, что они сумели в своих детях воспитать отвращение к тому, о чем говорит Жора Крыжовников. Это настоящее кино. Это честное кино. И это кино, которое нам очень нужно. Я уже повторял эту фразу одного старца «Жестокая правда, без любви есть ложь». Жестокая правда Жоры Крыжовникова, она с любовью, она с любовью к своим героям, она с состраданием к своим героям. Мало того, он показывает, как трагически заканчиваются судьбы таких ребят. Он говорит об этом. А перепуганные диванные критики, которые ищут в интернете подтверждение тому, что эта картина ужасна. Где-то в Иркутске одноклассники зарезали своего товарища. И уже пошел крик и вой по поводу того, что это результат вот этого сериала. А вдруг выясняется, что никто из них не только не видел его, даже не слышал про него. И это будет продолжаться. Потому что сами родители воспитаны этими сериалами гламурными про эскортниц, про интриги, про менеджеров, про миллионы, про людей в открытых Феррари, про людей, которые живут в трехэтажных квартирах с видом на Красную площадь, про сыщиц, которые день и ночь занимаются своей тяжелой работой, про собак с интеллектом, доктора наук и так далее. И поэтому они не могут воспринять всерьез и правильно картину Жоры Крыжовникова. Они начинают с ней бороться, потому что она заставляет думать. Потому что она заставляет слушать правду. Потому что она заставляет слышать правду. И это принципиально важно. И именно, боясь слышать и видеть эту правду, мы оказываемся абсолютно беззащитными перед реальными угрозами, которые ставят перед нами жизнь. А что в нашу контору пришел? Три рубля. А на примере все же будет четыре. Да надоело быть чешпаном. А что с пацанами? Ты его привел, ты с ними вставай. Спасибо. Пацан теперь с нами. За рожку же платить бы, перерубляли в ковушку. Так наша дорога. От нас, не стыдь! Когда вернулся, вижу. Зубы на нас точат. И тут вы такие. Да! Налетели на ровном месте пацанов, вот мы дохали ни за что. Мы улицы. Мы одни в этом городе люди. Ты странно, черт знает, что происходит. И у вас в голове такой же бардак. Я тебя этому учила! Нельзя воровать! Они нас поодиночке сейчас будут вылавливать! Старший кто? Я. Говно на палке. Пацаны, вы поймите, здесь сейчас сильно очень все поменяется. Я что, отец скоро? А че ты дрожишь-то стоишь? Ты, мать, с ума свел. Думаешь, твои пацаны спасут себя, когда тонуть будешь? Мы всех землю втопчем. А теперь запомни. Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы. А кругом враги. Вы упомянули фамилию Гурченко. Я сразу вспомнил ролик, где вы с ней играли вместе. И вместе с Басилашвили. В «Вокзале для двоих». И скажите, почему вы прекрасно, зная профессию и зная, что зритель массовый часто ассоциирует актера с персонажем, все время выбираете для себя роли таких вот прожженных мерзавцев. Вот как в «Вокзале для двоих». Вы знаете, это же как корабль загоняют в док, счищать ракушки. Вы правильно говорите, что человек ассоциирует с... Актеров почти всегда. Дело в том, что когда тебя ассоциируют, скажем, с Трилецким в «Механическом пиане». То после этого невероятно интересно сыграть вот такого «но». Я вам должен сказать, что как бы в возмещении этого убытка потом был снят жестокий роман. Да. О котором женщины писали «Ну и подлец» писали мне, ну хоть бы денек с таким пожить нашим. Дефицит мужского начала уже тогда скатывался. Да, но вы никогда не выбирали себе вот роли таких вот романтических героев, таких абсолютно стопроцентно положительных, таких вот просто вот... Ну как я могу выбрать себе роль стопроцентно положительного героя? Ну почему? Я был гал... Вы хозяин-барин. Я был гал... Вы же можете разок вот... А жмурки? Вот мне все когда... Вот да, в жмурках, да, кстати. Ну и что? Ну надо же показать было моим недругам моё истинное лицо. Чтобы они знали, какой я не только внутри, но и снаружи. Продолжение следует... Разъех! Чушь панель! Субтитры добавил DimaTorzok Простите, пацаны Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok